Итак, первый вопрос сегодняшнего видео будет звучать следующим образом. Может и глупый вопрос, простите, заранее, если что. Если орки пойдут в наступление на Криворожском направлении, будут ли они использовать тактику выжженной земли по району, да и в целом по области? Не будут ли их самолеты прорываться для совершения ударов по городам, или же мы уже не дадим их авиации править в небе? И вообще, как можно описать, каким будет их громкое наступление на Кривой Рог, учитывая еще то, что они так много согнали туда ВДВшников? Для чего? Высадка десанта? Да. Ну, сразу скажу, высадка десанта 100% нет, 100%. Почему? Потому что у них нет возможности его высаживать. Вертолетный парк очень сильно уже пострадал для высадки десанта, это раз. Второе, самолетный парк там вообще не применишь, куда их высаживать. И если бы планировалась высадка десанта, их бы, допустим, отвели куда-нибудь в районе Мелитополя, на аэродром, посадили бы на вертушки или на борты транспортные, и тогда бы повезли и начали высаживать. Но это сегодня нереально. Прорыв самолетов в глубину нереальный. Наше ПВО, обратите внимание, авиация дальше линии фронта российской никуда не залетает. Кроме ракет, больше ничего не летит вглубь страны. Поэтому прорываться и бомбить наши города, это билет в один конец. Не факт, что они долетят до этих городов. Они это прекрасно знают. Поэтому в этом плане можете не переживать. Второй вопрос. Сегодня же не 24 февраля. Мы уже все давно закопались, построили линии обороны и все остальное. Только единственное прошу вас, не надо сейчас в подробностях, в комментариях описывать, какие линии построены, какие они хорошие, какие они плохие. Я знаю, что они есть. Вы это тоже прекрасно знаете. Если кому-то не нравится качество инженерного оборудования, пожалуйста, обращайтесь к местным властям. Они в основном совместно с территориальной обороной и вооруженными силами Украины оборудуют эти позиции. Вносите свои предложения, вносите свою лепту в построение этих сооружений оборонительных и их фортификации. То есть можете, помогите стройматериалами и так далее. Не надо расписывать сейчас в комментариях, где какие сооружения и в каком они качестве. Поэтому вот так вот скажу. Но они есть. Они есть, я это точно знаю. И есть во всех крупных городах, для которых есть хоть какая-то угроза, допустим, прорыва российских войск и подхода к этим городам. Хотя такая угроза практически на сегодняшний день равна нулю. Что для Запорожья, что для Кривого Рога, что для Николаева. Она практически равна нулю. Потому что вопрос прорвать оборону. Количество российских войск на сегодняшний день намного меньше, чем те, которые вторгались 24-го числа. Вооруженные силы Украины развернуты по штатам военного времени. Созданы резервы на всех направлениях. Поверьте, смотрите, как мы в песках решили проблему обороны. Да, артиллерия чуть-чуть запоздала, потому что ее не хватает. Потому что артиллерия мечется как по всем направлениям. Сегодня здесь, завтра там. Одна на году, другая там. И там надо выстрелить, и тут надо выстрелить, и там надо противника поразить. Вот единственное, почему артиллерия не успевает. Потому что ее не хватает. Но в остальном наша оборона вполне способна выдержать натиск тех войск, которые там есть. Почему собрали десантников? Потому что российская команда, они до сих пор считают, что это наиболее боеспособные части на сегодняшний день в составе вооруженных сил России. И они на них полагаются, видите, даже не на наемников, а именно на десант. Что вроде как они будут рвать на себе тельняшки и кричать, что вперед мы десантура. И ныряют в бассейн, или в фонтан на день десантника, или бьют бутылки об голову, как это традиционно. Кирпичи ломают об голову. Они думают, что они точно так же будут проламывать нашу оборону. Но это уже не те десантники, которые были в феврале или в марте месяце. Там личный состав уже обновился за эти пять месяцев войны во всех десантных. Мы разгромили все десантные батальоны и тактические группы, которые были на нашей территории. Все, до единого. Они все практически на 100% обновили личный состав. Поэтому это не те десантники, которые готовили годами, и они там умели бегать, прыгать и все остальное. Это практически молодняк, который набрали сейчас по контракту. Чему-то там научили. Да, они обстреляны, в двоях они везде побывали, боевой опыт у них есть. Но подготовка у них, поверьте, намного хуже. Но их собрали как самые лучшие. Тогда о чем говорить о подготовке остальных войск. Поэтому да, я на основании этого делаю вывод и говорю вам, что грохот будет сумасшедший. Россия постарается создать иллюзию такого массированного наступления, что они думают, что мы испугаемся. Думают, что для нас это будет ужас-ужас. И мы скажем, они предложат сразу, забыл сказать в первой части о том, что Шрёдер, бывший канцлер Германии, уже нам предлагает мир, переговоры. То был план Штанмайера, а теперь план Шрёдера вроде как получается. Ну там российский нарратив, капитуляция стопроцентная. Отказ от НАТО, нейтральный статус, демилитаризация, признание Крыма российским и признание всех захваченных Россией территорий. Вот нормальный план переговорного процесса. Нам предлагает бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер, который сегодня является членом совета директоров компании «Газпром». А его племянник, фирма, точнее его племянника, строила первый поток северный и участвовала в строительстве северного потока. Едва она уже не участвовала. Санкции. Но северный поток один, да, она строила. Так что им нужно перемирие, не нам. Не нам. Нам нужна победа на поле боя для того, чтобы сформировать свою переговорную позицию. Поэтому я думаю, что нельзя сказать, что полностью не существует угрозы прорыва российских войск в направлении вот этих трёх основных городов, которые я назвал. Но при этом вероятность этого прорыва, она практически равна нулю. Практически равна нулю. Вот. Так что вот в этом плане вот ситуация примерно такая. Поэтому россияне пытаются организовать вот это наступление на всех направлениях. На всех, где только могут. Чтобы растянуть возжённые силы на это самое, на всю линию фронта. А вы знаете, что у нас? У нас границы 2450 почти километров. Две с половиной тысячи километров границы. Вот нам надо расставить... Вот они пытаются создать нам такую ситуацию, когда наши 700 тысяч вооружённых сил, которые мы отмобилизовали, вот разделите, сколько получается на линию фронта. А от Харькова до Херсона эта линия фронта больше 1100 километров из этих двух с половиной тысяч, где идут активные боевые действия, где надо держать наибольшую плотность личного состава. Вот чего они пытаются добиться. Они пытаются растянуть вооружённые силы на всю эту границу и, соответственно, создать угрозу прорыва где-то. Создать угрозу прорыва, а не прорыв организовать. Так что, я думаю, что... И причём, если это мы видим, как на ладони вот эту ситуацию, то в генеральном штабе, я думаю, там есть свой замысел по поводу отражения. Тем более, ещё раз напомню слова главкома генерала Залужного, который сказал, что вооружённые силы Украины на сегодняшний день в состоянии вести оборонительную операцию. Да, нам придётся немножко, наверное, повременить с контрнаступлением. И то не по нашей вине, а из-за малых объёмов поставок вооружения от наших западных партнёров. Так что вопрос, допустим, с контрнаступлением, да, немножко откладывается. Но вопрос оборонительной операции нет. Мы в состоянии её провести.